Привет, с вами Евгений Горобченко. В этом видеоуроке я хочу рассказать о важности силы воли, о четырех составляющих силы воли, которые помогут ее укрепить. Дело в том, что люди, которые достигают в жизни определенных успехов, будь это спорт, политика, музыка, бизнес, неважно, эти люди имеют крепкую силу воли. Это видно невооруженным взглядом, потому что для того, чтобы преуспеть в жизни, для того, чтобы занять свое место под солнцем, необходимо преодолевать трудности, сложности, препятствия, которые неизбежно будут встречаться на вашем пути. Что же это за четыре составляющих? Первое – это огромное желание. Желание изменить свою жизнь, желание достичь своей цели. Если нет цели, то человек не будет предпринимать никаких действий, ему не нужна сила воли, которая поможет достичь этой цели, потому что ее просто нет. Поэтому у вас должно быть огромное желание, которое будет гореть внутри, в вашем сердце, в вашей душе, и будет побуждать вас к активным действиям. Для того, чтобы это желание активировать, вам необходимо написать на листе бумаги те преимущества, те блага, которые вы получите, если достигнете своей цели. Второе – это вера в успех. Если человек не верит в то, что он может решить эту задачу, в то, что он может прийти с точки А в точку Б, то, соответственно, он не будет предпринимать никаких действий для достижения этой цели. Как же веру в себя, веру в успех, как же можно укрепить? Необходимо общаться с людьми, которые уже достигли той цели, к которой вы только стремитесь. В каждой сфере жизни есть люди, которые преуспели, которые уже прошли по той тропинке, которую только намереваетесь пройти вы. Если это в спорте, вам нужно общаться с спортсменами, которые уже достигли определенных результатов. Если это в бизнесе, запишитесь в клуб предпринимателей, бывайте в местах, где такие бизнесмены обитают. Если вы хотите бросить пить, запишитесь в клуб анонимных алкоголиков. Если вы мечтаете бросить курить, посещайте в интернете форумы, где люди обсуждают тему бросания курить. Это может быть виртуальное сообщество или реальное. В любом случае у вас будет укрепляться вера в себя, когда вы будете видеть успехи других людей. Третье – это смелость. Смелость помогает преодолевать страх, который будет неизбежно сопутствовать вам, будет вашей тенью на пути к цели, и будет, ну даже не тенью, а скорее таким серьезным препятствием. Так вот, смелость помогает преодолевать этот страх. Вы можете бояться, что у вас не получится, или наоборот, что у вас получится достичь вашей цели. Вы можете бояться, и смелость поможет вам преодолевать этот барьер. Как же можно развить смелость? Для этого нужно руководствоваться принципом, что глаза боятся, а руки делают. То есть я в любом случае достигну своей цели. Я не знаю, как я это сделаю. Возможно, мне придется возникающее препятствие обходить, перепрыгивать, перелазить, подкапываться под ними, взрывать эти препятствия. Но я в любом случае достигну своей цели. У вас должна быть такая смелость. Она поможет вам преодолевать страх. И четвертое – это терпение. Терпение – это тоже одно из главных качеств, которое поможет вам укрепить силу воли. Терпение помогает тоже преодолевать препятствия. И эти препятствия будут для вас трудностью. Вам будет трудно преодолевать препятствия. И если вы будете, несмотря ни на что, будете идти вперед, вам поможет терпение. И для того, чтобы это терпение развить, для того, чтобы его укрепить, у вас должно быть видение конечной цели, того результата, к которому вы стремитесь. Тогда вы сможете преодолевать препятствия. Тогда у вас будет укрепляться силовой. И возьмем пример с похудением. Девушка, которая мечтает похудеть. Первое – желание. Желание для нее может быть ее стимул, ее мотивация, того результата, который она хочет получить. Например, она хочет похудеть для того, чтобы на нее обращали больше внимания мужчины, если она мечтает выйти замуж. Для того, чтобы она была более здоровой, чтобы была не такая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, чтобы она не комплексовала, например, летом, когда она будет выходить на пляж, потому что если она толстая, ей будет испытывать такие внутренние комплексы. Второе – вера в успех. Для того, чтобы похудеть этой девушке, необходимо общаться с людьми, которые уже похудели. В интернете полно примеров, полно фотографий людей до похудения и после похудения. И нужно общаться с такими людьми, брать с них пример, узнавать, какими методами они руководствовались для того, чтобы похудеть. Третье – смелость. Смелость тоже необходима для того, придерживаться этих диет, для того, чтобы не есть после шести часов, для того, чтобы набраться смелости, для того, чтобы ходить в тренажерный зал, чтобы преодолеть свои комплексы и так далее. И четвертое – терпение. Терпение здесь архиважно, потому что для того, чтобы принимать правильную пищу, тоже необходима выдержка, терпение, чтобы довольно-таки длительное время правильно питаться, придерживаться диеты, для того, чтобы ходить в тренажерный зал. Даже несмотря на то, что несколько дней, несколько недель, возможно, даже несколько месяцев не будет видимого результата, все равно нужно продолжать двигаться к своей цели, и в этом и поможет терпение. Итак, еще раз, 4 составляющие, которые помогут укрепить вашу силу воли. Это, во-первых, желание, во-вторых, вера в успех, в-третьих, это смелость, и в-четвертых, терпение. Развивайте эти 4 составляющие, и у вас будет крепкая сила воли. Это видео для вас записал мотивационный тренер Евгений Горобченко. До встречи в следующих видеоуроках. Пока-пока.